Ведется стрим-трансляция, все ведут себя, как обычно, прилично. И, во-вторых, у нас из заявленных спикеров не будет, к сожалению, Татьяна Евгеньевна Ворожайкина, она не смогла. Все остальные уже здесь. И сегодня у нас необычный круглый стол, хотя он не совсем круглый по этой конфигурации. И необычность заключается в том... Необычность в том, что в отличие от того, что мы практиковали раньше, когда был один докладчик или пара докладчиков и какие-то комментаторы, мы сегодня уже как бы в такой прекрасной экспертной среде подводим итоги целому ряду дискуссий, которые здесь прошли в рамках нашего цикла «В какой стране мы живем» за последние несколько месяцев, включая последнюю дискуссию с Элой Паньях о российском обществе. У нас сегодня четыре участника, плюс я тоже как соучастник. Алексей Левинсон будет через минут 10-15. И мы тогда для начала попросим каждого из приглашенных экспертов сказать в течение 10-15 минут о том, что он думает по той теме, которая заявлена, а именно по взаимоотношению общества и власти взгляду снизу, то есть со стороны общества, что у нас происходит. И я бы попросил каждого эксперта еще, если по ходу выступления это не прозвучит, ответить на два вопроса. На вопрос о том, как он или она оценивает динамику, скажем, последних пяти лет в плане самоорганизации общества и взаимоотношений общества и власти, и каков механизм совершенствования, улучшения этих взаимоотношений в будущем. И сегодня у нас есть много оснований для разных чувств, для оптимизма, для пессимизма. С одной стороны, прошли протесты, связанные с пенсионной реформой, и кто-то из этого выводит либо то, что общество зрело, либо наоборот, что оно не зрело, не самостоятельно и не способно самоорганизоваться. У нас в четырех регионах не избрали действующих губернаторов, и отсюда тоже есть самые разные выводы в отношении общества. На мой взгляд, все эти события, они никак не меняют общую картину, скорее грустную, чем радостную. И в этом смысле я не вижу оснований соглашаться с очень приятной во всех отношениях позицией Эллы Паньях, что общество у нас стремительно модернизируется, а государство, оно застряло, оно архаично, и, соответственно, или более гармонично, или менее гармонично. В какой-то момент и государство тоже рывком последует за обществом. Я не вижу ни возможности такой, ни действительности, которая бы это подтверждала. И, на мой взгляд, оптимизм Эллы Львовны, он связан с тем, что государство, оно оценивает в комплексе, как левиафана, и адекватно оценивает, а общество, оно оценивает очень позитивно, не по всему обществу, его состоянию, а по тем росткам, тем замечательным и очень обнадеживающим формам самоорганизации, которые всегда можно подобрать как позитивные примеры. К сожалению, негативных примеров не меньше, а больше, и в целом баланс, в целом состояние общества не вызывает, на мой взгляд, никаких особо радужных надежд по понятным причинам. Развитие общества может происходить, когда работают институты, и когда накапливается некоторая политическая для этого культура, когда институты очень слабы, и это и местное самоуправление, и выборы, то трудно ожидать, что общество может совершенствоваться как-то само по себе, не имея институциональной рамки, и не выстраивая, не имея готовых, и не выстраивая свои институты для того, чтобы это происходило. Тем не менее, есть очень обнадеживающие результаты у некоторых социологов. Институт социологии недавно, Академия наук, выступил с тем, что, наконец, после четырехлетнего перерыва в обществе появился запрос на демократию. Я бы подчеркнул то, что это такой, даже если он действительно есть, и это все подтвердится в дальнейшем, что такой запрос серьезен, и это действительно серьезный сдвиг, то это запрос на демократию, ну, такую, какую мы видели, в том числе и на последних выборах, когда можно снести плохого начальника ради любого другого, или в лучшем случае ради хорошего начальника. И вот в этом, мне кажется, корень зла, что самые позитивные изменения в обществе, они могут иметь какой-то негативный для конкретной власти в данном муниципалитете или регионе характер, но никогда не носят характер такой постоянной деятельности, которая будет власть ограничивать и направлять в ту сторону, в которую это хотело бы общество. То есть мы меняем плохого царя на любом уровне на хорошего, и дальше ждем пять лет. Если он окажется не таким хорошим, мы его снова поменяем. И вот в таких условиях, мне кажется, рассчитывать на какой-то реальный прогресс в обществе трудно. И последний мой такой вводный тезис связан с тем, что посмотрите на Украину. Там общество, на мой взгляд, намного более зрело и активно, чем наше. Гражданское общество там в замечательной форме и во всех своих сегментах. А счастья нет, да? И непонятно, где вообще путь к этому счастью. И тогда возникает вопрос, в том числе и к экспертам, которые, я надеюсь, на них ответят. Собственно, как мы оцениваем сегодняшнюю картину состояния общества и взаимоотношения общества и власти. Не давление власти на общество, а именно, что хочет общество, насколько оно побуждает власть к каким-то переменам, или насколько оно в состоянии само меняться и инициировать перемены безотносительно власти. И первым у нас выступает самый молодой, а самым интересным рассказывающий Денис Волков из Левада-центра, который уже много лет ведет наблюдение за состоянием молодежи и в этом смысле может нам сказать что-то обнадеживающее. Пожалуйста, Денис. Добрый вечер. Не знаю, как показать несколько слайдов. И должна быть презентация. Да, вот она уже. Должен сказать, что нигде еще не показывались данные этого года. И, в общем, демонстрируется впервые. Я предлагаю просто на них посмотреть, чуть-чуть о них подумать, и потом, может быть, обсудить какие-то из них. Так, сначала о... Видно? Нормально? Видно? Да, можно половинку выключить. Да, хорошо. Соответственно, сначала я предлагаю посмотреть на некоторые высказывания, насколько люди с ними согласны, не согласны. И по поводу... Просим оценить выборы, произвол, равенство перед законом и подотчетность власти обществу. Видимо, что если не брать выборы, которые, в принципе, оцениваются достаточно хорошо, особенно динамика эта была за последние несколько лет, и я думаю, здесь она связана с тем, что каких-то нарушений нету именно в день голосования, точнее, может быть, они есть, но не настолько массовые, и этого достаточно было для, как мы видим, большинства, для того, чтобы сказать, что выборы более-менее проходят нормально. Хотя, на самом деле, практически 50 на 50, но, тем не менее, по сравнению с другими подсказками, мы видим, что оценивается, ну, скорее положительно. В отношении других предложенных тем, мы видим, что две трети считают, что не защищены граждане от произвола властей. Если мы говорим о взгляде снизу, то взгляд снизу достаточно пессимистический. Хотя, если бы мы спросили про демократию, есть ли она у нас, то большинство сказали, что у нас, конечно же, есть демократия, демократия, и все в порядке, потому что мы такая же страна, как и все остальные. Все у нас нормально. И дело в том, что просто само это понятие, оно очень смутное. И говорят же по телевизору, что демократия есть. Значит, есть. А когда мы спрашиваем о более конкретных вещах, которые людям более понятны, говорим с ними на том языке, который люди понимают, мы видим, что те же самые люди скажут вам, что подотчетности нету, а если подотчетности нету, то получается и демократии нету. Поэтому с этой точки зрения, можно сказать, что взгляд достаточно пессимистический. Спросили о том, почему люди считают, что власть и общество не подотчетно. Это просто для справки, что называется. Здесь разные мнения представлены. Можно было выбрать только одно. И доминирует, конечно, в целом представление, что чиновникам не до людей. До простых. Я удалил это слово, просто чтобы вошла эта подсказка. Вообще до простых людей, людям, чиновникам нет дела. Это доминирующая установка. Чиновники идут во власть, чтобы решать свои проблемы. Но некоторые проблемы с этим здесь в том, что когда мы обсуждаем эти темы на фокус-группах, многие говорят, что ну а что вы хотите, если бы мы там были, мы бы тоже так себя вели. Я помню, кто-то поднял тему однажды дворца Путина, что мы сами бы там хотели жить в таком дворце. А если бы я президентом был, то я бы своему мужу тоже вертолетом туда возил и еду, и все что угодно. То есть на самом деле есть такое двойственное отношение к власти. С одной стороны, есть некоторое ощущение, что чиновники думают только о себе, но во многом есть представление о том, что просто мы бы хотели так же жить, и если бы мы были чиновниками, то же самое. Так бы себя вели, потому что это некоторая норма. Вот. Если при этом мы посмотрим на то, да, тут предложено было разные права, просто конкретно о каждом случае мы попросили высказаться людей, и что мы видим, что прежде всего люди считают и видят, что нарушаются социальные права. То есть вот об этом на самом деле в каждом исследовании с различными формулировками повторяется, в принципе, одно и то же, что касается политических прав или прав на свободу собрания и так далее. Вот это все, в принципе, людям в целом не очень интересно, и поэтому скорее даже готовы сказать, что это-то все у нас, с этим все нормально, а нарушаются как раз какие-то базовые права, право на медицинскую помощь, на оплату труда, на социальную защиту, на бесплатный равный доступ к образованию. То есть вот эти права прежде всего нарушаются, прежде всего людей беспокоят, это не то, чтобы свобода слова или свобода собрания, опять же, я говорю, что это повторяется из исследования в исследование, как мы не меряем, какими формулировками мы это не исследовали. Что приходилось делать за последние 12 месяцев, поскольку все-таки, мне кажется, нужно говорить не только о представлениях, не только вот, что мы думаем о власти, а что мы еще сами делаем. И вот хотелось бы, хотелось тоже замерить различные практики. И что мы видим, что скорее самые простые люди используют вещи, то есть подают милостыню, отдают вещи. И я бы сказал, что с этим есть некоторые проблемы, потому что доминируют, ну понятно, что, наверное, и должно доминировать какие-то самые простые практики, но они в каком-то смысле еще и анонимны. То есть вот вся, и это распространяется на более сложную. И это очень важные вещи, вот на жертвование денег, на благотворительные цели. Вот когда мы это обсуждаем с людьми на группах, тоже получается, что это не столько направлено на изменения, на какое-то улучшение ситуации, а тоже, как и в случае с подаянием, это остается анонимно. Я вот там дал, забыл, не установил никакие отношения, ни к чему это не привело. То, что мы можем сказать о подаянии, то же самое можно распространить во многом на вот это жертвование, на благотворительные цели, когда люди пожертвовали, забыли, и не дай бог ни в какие отношения не вступать с людьми, и, конечно, ни на что это не влияет. Хотя на самом деле влияет, конечно. Но если мы бы посмотрели на динамику, поскольку вопрос о динамике, этого здесь нет, но динамика скорее качественная, чем количественная. То есть если мы посмотрим на цифры, то они более-менее одинаковые будут на протяжении нескольких лет. Но изменилось качественно то, как люди начинают жертвовать. Все-таки мы видим, что развиваются организации, которые направляют эту помощь, которая пусть она остается анонимной, пусть она разовая во многом, но организации, которые этим и занимаются, могут направить эти деньги целенаправленно на какие-то вещи. И мы видим, те же такие дела и другие благотворительные фонды, они могут менять, создавать целые отрасли, поддержки, как хосписы и так далее. Прежде всего такие, которые не связаны с гражданской какой-то позицией, а скорее с благотворительной такой помощи, общей помощью людям. Вот сейчас можно посмотреть о том, собственно, что люди знают, о чем они знают, и в чем они или мы участвуем. Участвуем прежде всего мы видим, вот, да, видим. Видим, что большинство, конечно, ничего не знает и ни в чем не участвует. Ну, ладно, половина не знает, и 2, 3, 2, практически 4 пятых ни в чем не участвует. А если участвует, то прежде всего в таких каких-то базовых вещах, как родительские различные комитеты, связанные со школой, ну, там, собственно, хочешь, не хочешь, а участвуй. И ТСЖ тоже, тоже, я думаю, во многом благодаря политике государства, что в ТСЖ нужно участвовать. И, ну, и профсоюзы, как какие-то вот вещи оставшиеся. Я думаю, что это не столько независимые профсоюзы, сколько, ну, вот, старые профсоюзы. И интересно, здесь я бы отметил, здесь я бы отметил наблюдателей на выборах, хоть не так много участия. И фактически это ведь новое в каком-то смысле явление, да, но получившее достаточно широкую известность, пусть там где-то и государственные наблюдатели, ну, вот интерес, интерес к этому некоторые есть, хоть и не очень большое участие. Ну, и потом, ну, вы можете сами просто посмотреть, что в целом какие-то политические партии, правозащитные организации, они не на первых местах. И это остается достаточно специфической формой активности. И на предыдущем слайде мы видели, что когда мы говорим уже о волонтерской деятельности, о вовлечении в непосредственную активность, активность такую достаточно регулярную, то там цифры тоже не очень большие, 5 процентов. Но вот то, что мы имеем, я бы, я и не планировал, и так и не запланировал, чтобы я был основным докладчиком, поэтому на этом все. Я предлагаю, предлагаю просто эти данные обсудить или же поговорить о чем-то другом. Спасибо. Спасибо, Денис. У нас здесь все докладчики основные. И я напоминаю формат, тем более, что Денис дал такую замечательную фактологическую базу, от которой можно плясать. Я бы просил выступающих панелистов, может быть, быть провокативнее и какие-то утверждения формулировать так, чтобы они задевали остальных и разогревали бы нашу дискуссию. Но вот в рамках своих 10-15 минут, пожалуйста, кто хочет следующее? Вопрос к Денису? Давай. В виде исключения. Кирилл, тогда сюда задай. Меня давно интересует вопрос. А есть какие-то сравнительные данные? Вот, например, 5% волонтеров. А это, по-моему, немало. Я как-то сомневаюсь, насколько бывает больше волонтеров, чем 5%. И это отличается от предыдущих ваших опросов? Я понимаю, что 5% все равно это в пределах, почти в пределах ошибки, но есть ли хотя бы какая-то тенденция к росту именно этого показателя? А можно я добавлю? А вот там может быть другой, потому что действительно на 5% никакой динамики, а вот осведомленность, может быть, там есть динамика, да, про разные типы активности. Там все-таки 25, 24, 20%. Окей, все, мы кончили. Кажется, это парный корпорант. На самом деле динамика не очень большая и сложно говорить именно о динамике, поэтому я сказал, скорее есть качественные изменения, которые при оставшихся вот этой трети, которые там что-то жертвуют в чем-то, участвуют. Опять же, там есть разные формулировки, не все они хорошие, там как задашь вопрос разные получшие результаты, но все равно это примерно 25, скорее 30%, которые хоть в чем-то принимают участие, хоть иногда. Ну, я как-то сравнивал с данными по Западной Европе, у них там намного больше всего участия. участие в жизни организаций некоммерческих, например, как член организации, когда сдаешь деньги. Опять же, я до конца может быть не разобирался, не до конца верю в том, что я с вами видел, что у них там какие-то цифры двузначные под 70% поэтому участие, участие, я сейчас не помню, какой это был сопоставимый вопрос, но мы задали в похожей формулировке и у нас получалось, условно говоря, не больше 15%, в Восточной Европе получалось 35-40%, а в Западной Европе под 75%. Ну, опять же, я бы лучше в этом разобрался, но у меня не было такой цели, не стояло передо мной, но меня данные немножечко удивили. ну, много ли это или мало вот в этих показателях, ну, для нас, наверное, немало, но проблема в том, что не очень растет эти, не очень растут эти показатели, эти проценты. Спасибо. Денис нам не сказал, я думаю, потом в ходе дискуссии добавит относительно молодежи и того, насколько по ней показатели отличаются. Я приведу вам простой пример. Я читаю курс примерно 150 студентам, и вчера и сегодня я снова их зазывал прийти сюда и, более того, дал задание сделать письменный анализ политологической дискуссии. Как вы думаете, сколько из 150 человек студентам? Нет, нет, есть один замечательный студент, который пришел. В связи с этим у меня всегда, когда я слышу социологические результаты, такие обнадеживающие, возникает чувство вот какое, есть какие-то интенции, когда тебя спрашивают, хочешь ли ты подавать милостыню, ты говоришь, ну конечно хочу, но не этой же спившейся тетке или дядьке или кому-то еще. Вот если найдется такой прекрасный человек, то я, конечно, дам ему милостыню. Значит, с одной стороны есть декларируемые интенции, с другой стороны есть интенции реализуемые, тут уже очень существенное падение, да, а самое низкое это готовность защищать и бороться и проводить то, за что человек выступает, да, его спрашивают, ты за прямые выборы мэра? Ну конечно за, но их отменяют и человек, ну отменили, если бы они были, я за, я бы пошел и принял участие. И вот в этом, мне кажется, во многом корень зла, да, мы смотрим на цифры, да, мы смотрим на цифры декларируемые, да, там половина людей у нас за то, чтобы оставлять выборы, и мы смотрим в самых демократичных регионах, в Пермском крае, отменяют выборы мэра Перми, да, там общественное движение, там очень развитое гражданское общество, да, столица гражданского общества, иногда говорилось, и что, и что, действительно возникает какой-то массовый по этому поводу протест, ну, кто-то побурчал, но отменили, значит, теперь их нет, если они будут, то мы за, а не будет, ну и переживем без этих выборов, да, и вот я с этим, наверное, Алексея Георгиевича попросил бы, как специалиста по качественным методам разнообразить нам картинку, количественную, статистическую. Чем тебя порадовало? Да, ну, на самом деле, данные, вот, количественных и качественных исследований, которые проводит Леводоцентр, не скажу, что они противоречат друг другу. Это разные проекции общественного мнения, которые вот есть некоторые, ну, скажем так, можно вообразить его как тело такое, полупрозрачное. Но, что, что могут добавить эти, вот, качественные исследования? Они могут, могут, вот, что-то сказать об этом зазоре между намерением и действием и его как-то, ну, скажем так, объяснить. Дело не в том, что люди, там, скажем, хотят себя, там, в ситуации интервью, скажем, хотят себя представить получше, а вот она фокус-группе у них нет такого желания. Почему? Или оно есть и тут, и там, или, или дело вообще, я думаю, что не в нем. Я думаю, что ситуация интервью, наши данные массовых опросов получается в результате интервью, диалогов таких, тет-а-тет. Она воспринимается нашими респондентами, и это такое наследие каких-то, видимо, советских еще времен, она воспринимается как разговор с каким-то там, в общем, с некой статусно-высокой инстанцией. Ну, это тех, кого называют они. Эти они могут разным людям представляться как-то немножко по-разному, но, в общем, это вот одно дело мы здесь, а другое дело они там. Они, которые за все должны отвечать, они отвечают, они, которые должны обеспечить, они обеспечивают, ну, а мы вот, ну, а мы такие, какие мы есть. И поэтому вот там мы получаем ответы, в которых есть очень значительный, порой очень значительный такой компонент выпияния к небесам, обвинения или такого, ну, как бы сказать, указания, смотрите, до чего довели, значит, ну, там, вы. Вот, когда люди на фокус-группе, они образуют маленький коллектив, и тогда они, это они вот тут, это мы, мы, это вот эти, мы здесь и есть. Тот, кто ведет группу, там, модератор, он в общем, ну, если он, так сказать, выступает как представитель каких-то верхов, так и плохо, лучше бы ему не быть, лучше бы ему, так сказать, сидеть на одном уровне, и иногда это удается сделать. И вот тогда возникает такое, ну, как бы, ну, такой маленький заговор, вот, а что мы на самом деле думаем про вот это все? И там можно услышать тогда слова куда более горькие, чем те, которые, как бы, мы выводим из вот этих статистических, как их называют, данных. То есть, я не хочу сказать, что где-то тут есть тут правда, а тут ложь. Я этого совершенно не утверждаю. Я утверждаю, что это, ну, это два, две модальности, два там разных нарратива или как хотите. Вот. Теперь, что мне кажется очень таким примечательным на вот фокус-группах, честно говоря, чему бы они не были не были посвящены. Как правило, значит, ну, это восемь человек. Мы о чем-то там говорим. Ну, о чем-то социально значимо. Вдруг, вдруг выбивается чей-то голос. А вот Владимир Владимирович Путин, он так старается помочь народу или там повысить авторитет страны, или что-то вот. И человек говорит это с душой, но и с вызовом. Что происходит с остальными? остальные так смотрят на этого человека и этот голос так как-то нападает. Симметрично, значит, ну, на этой же части, именно на этой же группе слышится голос «И вот те, кто довели страну, да, ну, и так далее, вот, и Путин, который, вот, что делают остальные? вот спрашивается, что они думают? Вот теперь я делаю очень важное для меня утверждение. Я берусь утверждать, что они думают одновременно и то, и другое. Вот. И мне кажется, что для, ну, состояния массового сознания, которое сложилось, ну, вот, где-то, оно, видимо, тогда сложилось, когда движение по, так сказать, демократическому треку было остановлено. То есть, это какой-то 90, там, ну, сами понимаете, третий, пятый год, вот, где-то тогда. Вот тогда произошла такая, такая катастрофа сознания. Это тогда, вот, вещи, которые были разными, мнения, которые принадлежали разным, социально-социальным группам, они смешались в нечто одно. И Александр Члевада, не склонный никогда ни к какой фазе, он про это сказал, я даже помню, интонацию, с которой он сказал, так, поглядев второй или третий раз опросы, в которых нет разницы, высшее образование, неполное, среднее, возраст там 24 или 64. Вот, они в чем-то одном, ну, например, тогда еще Путина, как такового, не было, но вот в каких-то там существенных опросах нет разницы. Так вот, Левада назвал это словом шмазь, Левада с Украины, для тех, кто мол украинскую разумеет, понятно, да? Ну вот, ну вам понятно это слово, да? Это сильное слово, вы согласитесь, да? Вот, и с тех пор ситуация почти не изменилась. Вот мои коллеги, я думаю, что, ну, если возразят, то будет интересно, что у нас в общем, ну, что мы знаем? Мы знаем, что молодежь несколько более лояльна, ну, так вот, по данным, лояльна власти, чем более старшей. Что это за лояльность? Бог ее знает, но это все ведь словес, ну, ответы на вопросы, одобряете, не одобряете. Вот, ну, вот сейчас вдруг выявились такие довольно интересные вещи в самое последнее время, я на этом хочу закончить, выявились уже вот на этом фоне вы спрофилировалось что-то, вот упал рейтинг Путина, но другие события были интересны. Во-первых, поддержка Путина, которая начиналась со старшего возраста и спускалась к, то есть, с младшего возраста и спускалась к старшему, ситуация повернулась, теперь минимум, это все не очень, минимум все равно это достаточно много, минимум у молодых, максимум у старших. Мне приходилось писать о том, что замечательно с образованием, теперь, чем менее образованы люди, тем больше они поддерживают, ну, то есть, одобряют деятельность Путина. Пенсионеры на сию минуту, по крайней мере, вот уже два месяца подряд, пенсионеры, это, так сказать, опора, ну, опора режима, не надо думать, что остальные этот режим подрывают, не боже мой, это просто, они опора меньшего, так сказать, роста, но вот такой вот, ну, самое это, это вот люди, так сказать, моего возраста, ну, я, видимо, не вхожу прямо уж в эту категорию, но это так, вот, вот, это мы, я залез на территорию количественных опросов, но вот это, это вот мы видим, мы видим сейчас, еще раз повторяю, это все не вопросы правды и неправды, это вопросы истинные, спасибо. Алексей Георгиевич, не отходите, пожалуйста, а чего ждать, чего вы сами ждете, чтобы... А того же, чего и вы. Ну, нет, вы знаете, я бы сказал так, самое главное, это то, что появилось чувство ожидания, понимаете, я совершенно не готов отвечать на вопрос, чего ждать, я могу сказать, чего ждут, вот ждут, что чего-то будет, вот это, да, это, это очень серьезно, это очень серьезно, и это огромное отличие от того, что продолжалось на протяжении, там, чуть ли не 15 лет, когда, не просто не ждали, а когда сознание отказывалось думать о будущем, я имею в виду в публичном дискурсе, не в там семейных делах, а вот там, а что будет со страной, ну, если только предложить там негативный сценарий, то, пожалуйста, гражданская война, развал России, там, мировая война, это, тут, так сказать, ума не надо, а вот, насчет того, хорошо, а что будет, понимаете, когда на вопрос, а что будет, вот самого лучшего вы можете представить в судьбе Отечества, когда один за другим следует ответы, рубль утвердится, вот, или что-то в этом роде там, а? Извините, вот там, да, вот, это, ну, это такая вот, Лев Дмитриевич Гутков назвал вот этот феномен, он довольно давно нами замечен, аборт будущего, то есть, вот, будущего, вот, знаете, это очень похоже на, как если бы был такой язык какой-то, в котором нет будущего времени, вот как там сказать, я к тебе приду завтра, значит, я к тебе прихожу завтра, надо, надо по достоинству оценить силу этой травмы сознания, это следствие, вот, фрустрации коммунистической перспективы, затем демократической, вот, а тогда никаких перспектив вообще, вот, и это, и это, вот, идея, что Путин должен быть вечно, это не столько культ Путина, не столько желание, чтобы вот он правил, вот так, как он правит, это просто невозможность сказать что-нибудь иное, вот, и это, опять же, я хочу объяснить, что это выходит далеко за пределы того, что у Путина нету там неподготовленных смен, или нет конкурирующих там политических лидеров, это само собой так, но, вот, в той части сознания, о которой я сейчас говорю, там, собственно, там не политика, там, так сказать, это, ну, это, ощущение мира, вот там, там Путин просто название, вот, статус-кво, вот, кроме статус-кво, никакого другого статуса не можно помыслить, вот сейчас, я хочу сказать, сейчас постепенно это размораживается, размораживается, по-моему, в таких формах, что, а вот там чего-то, вот есть, хотя, чего там есть, это очень смешно, я могу, последнее тогда, могу тоже сослаться на своих студентов, значит, в момент, когда, значит, ну, готовились к выборам, и когда фигуры Навального и Собчак были такими значимыми фигурами, значит, я предложил студентам обсудить их, так сказать, электоральные перспективы, и мне разумные мальчики и девочки из высшей школы экономики, не хухры-мухры, они мне говорят, вот, нет, за Навального нельзя голосовать, почему, а знаете, он, вот, если он станет президентом, он будет как, кто, как Путин, а Ксении Собчак, нет, за Собчак не будем голосовать, почему, а знаете, она станет президентом, она будет как, Собчак, будет как Путин, ну, потом еще там, к этому пристегнут, какие-то там, объяснения, там, через семью, но не важно, важно, что нельзя помыслить, нельзя помыслить, нужно, ну, сказали бы, как Гитлер, там, не знаю, как, или как, там, железная леди, как, ну, кто-нибудь, да, нет, нету, вот, ничего не приходит в голову другое, спрашивал, нет ответа, в этом-то вся штука, в этом вся штука, да, а, да, да, вот, Люба этим, запись, поэтому все, что вы говорите, в микрофон, пожалуйста, миллионы сограждан, не слышат, ну, ну, наверное, все, да, спасибо, спасибо, но, Алексей Георгиевич, я бы советовал вам не отходить, вопросов не будет, а эксперты будут постепенно выходить и занимать все это пространство, как в театре, потому что, когда будут задавать вопросы, вам будет неловко сидеть спиной к вопрошающим и выходить из публики, садитесь сюда, те, кто выступил, остаются, пожалуйста, кто, Кирилл, или, Мария Александровна Липман, пожалуйста, лэйдис ферст, слышно, да? Да? Я очень рада, что Николай сказал про демократизацию, потому что я предлагаю вспомнить, как начиналась демократизация, не та, которая происходила естественным путем от того, что кончилась советская власть, а та, которая осуществляли внешние помощники, которые приезжали в Россию в большом количестве, не только в Россию, и целая наука выросла по поводу того, как нужно демократизировать. Мы их довольно много видели, да, в свое время. Значит, как начиналось, вот как Николай сказал, надо институты, и они сначала стали помогать строить институты, но они не очень строились, хотя конституцию правильно написали, там все написано про институты. Потом стало понятно довольно быстро, что институтов мало, надо обязательно правовое государство, потому что как же институты, их надо защищать. Другие приехали, ну или может быть даже те же самые, но вот пошла новая струя. По этому поводу наш бывший коллега в центре фонда Карнеги в Вашингтоне, Томка Розерс, написал хорошую, очень интересную работу, которая называлась «Заблуждение правового государства», в том смысле, что нельзя что-то одно, вот не может быть, что есть какой-то один инструмент и один ключик, который это открывает. Институты не могут быть без правового государства, правовое государство не может быть без институтов, и тут возник третья волна, возникла не демократизация, третья волна, а третья школа мысли, что нужно неправительственные организации создавать, чтобы общество как-то воспитывать. И я не хочу сказать, что исключительно внешние демократизаторы этим занимались, конечно, это вырастало и в этих стенах, конечно, мы с полным правом говорим, что они вырастали сами из гражданской активности, гражданско-ответственных людей, которые знали, почему и чем они хотят заниматься, но довольно много работы проделали иностранные фонды, иностранные специалисты, которые приехали, и вот действительно, и неправительственные организации, и институты, и все это надо как-то вместе, вместе как-то не получается. Но как раз деятельность по содействию развития гражданского общества была довольно успешной. Она была успешна не в том смысле, что общество изменилось и стало вот не таким, как Алексей Георгиевич сейчас нам рассказал, спустя много лет. Уже демократизаторов нету, никаких нету, ни первой школы мысли, ни второй, ни третьей, все они объявлены давно иностранными агентами, фондов очень давно нет. Но успешная эта деятельность была в том, что она помогла встать на ноги и начать деятельность целому ряду организаций. Она помогла создать проектную культуру. И целый ряд организаций, которые создавались тогда в начале, они сегодня действуют и существуют. И, в общем, это произошла в каком-то смысле профессионализация этой деятельности. В России образованное население, очень это хорошо как-то пошло. А вот что касается общества самого, то для него эти организации, по-моему, ровно остались вот они, вот как вы говорите, да? Не только они в Кремле, не только они там, не знаю, в полиции, они еще где-то, но и эти организации тоже они. Я не провожу фокус-групп, но мне один раз в жизни довелось в Перми присутствовать и помогать в проведении фокус-группы. Там произошла, это были 90-е годы, где-то ближе к концу, прошла довольно большая работа по рекламе, ну, наверное, может, это не самое правильное, продвижению неправительственных организаций, которые занимались правами человека. По телевидению была компания, тогда это было все можно, никто не препятствовал, и особенно в Перми хорошо это все шло, несколько месяцев шла компания, ну, в самых разных формах, и в школу они ходили, и по телевизору они выступали, и там уж не мемориал очень помогал в этом проведении, а потом, значит, по окончании этой компании проводились фокус-группы, чтобы понять, какой же результат, что люди усвоили. И вот я помню, я сижу на этой фокус-группе, и модератор говорит, а вот права человека, это важная вещь, ой, очень важная, а они нарушаются, ой, очень нарушаются, а какие нарушаются, все нарушаются, называют очень, а кто должен заботиться о том, чтобы они не нарушались? Государство. И вот сидят те люди, которые потратили деньги, приехали, да, долго вели эту компанию, прямо вот подпрыгивают на месте, ну, как же, мы же столько работали, мы же с вами, мы же вам рассказывали, как оно должно быть. Долго, долго, ну, вот с подсказкой, они говорят, да, ну, вот и неправительственные организации. А как неправительственные организации, они эффективно работают? Ну, не очень, ну, пусть уже, но должно государство. Должно государство заниматься защитой нас от себя. Ну, в общем, так точно не промулируется. И вот это, мне кажется, то, что составляет невероятно важную основу вообще отечественного мировосприятия. Это доминирование государства во все времена, в разных формах, иногда очень жестоких, иногда поменьше, иногда скорее воруют, иногда скорее сажают, иногда скорее расстреливают, но, в общем, всегда государство. И противостоять этому, вот, мне кажется, ну, почти невозможно. То есть преодолеть вот это наследие, наверное, это то, что вы имели в виду, да, почти невероятно. Теперь вот, что касается других стран, да, мне кажется, что самое главное, ну, вот Алексей Георгиевич сказал, как катастрофа сознания, да, но она такая хроническая, катастрофа сознания, она, по-моему, всегда, она от века, она, там были периоды очень короткие, когда государство слабело, а общество все равно не становилось сильным и развитым. И это, мне кажется, то, что происходит в Украине, мне кажется, там скорее слабое государство, чем сильное общество. Но преодолеть это невозможно, и более того, разумеется, власти и сегодняшние особенно, очень пользуются этим таким субстратом сознания. И потому что это сталкивает людей в привычное, это то, что Путин делал в самом начале, когда он только пришел, после хаоса и там этих 90-х, да, как-то сдвинуть это все в привычную клею, когда мы доминируем, а, ну, вот, что вы как-то от своих щедрот вам дадим, вот и все, что, так сказать, вам положено. А управлять будем мы. Что касается, действительно, других стран, это очень хороший вопрос, и то, что Денис сказал, что по поводу демократии, у российских граждан ощущение, что мы не хуже других. Ну, у всех, у нас демократия, у всех демократии, да. Я, у нас даже больше, но хорошо. Значит, и это касается и вопроса, конечно, очень важного о том, какое количество волонтеров где есть. Я не могу ссылаться ни на какие свои результаты, но вышла совсем недавно книжка, которая сравнивала Россию в этом смысле. Не с Западной Европой, и вообще не с Западной, а с Индонезией, которая считается успешным, примером построения именно демократии. Там удивительно совпадает хронологически вот последнее десятилетие, там был очень жесткий режим, в общем, военный. Он пал примерно в то же время, что и советская власть. У них тоже была политика открытости, ну, вот вроде нашей гласности. Ну, там много совпадений, даже по срокам. Но только сейчас, по всяким международным критериям, у них демократия развивается успешно. И вот в этой книжке автор задается вопросом о том, почему такая большая разница между Россией и Индонезией в этом смысле. Почему примерно в те же сроки, преодолев предшествующий, очень жесткий, жестокий режим, Россия развивается, ну, вот так, как мы знаем, да, а Индонезия совершенно по-другому. И автор объясняет это гражданской активностью. Не неправительственными организациями, которые кто-то создает или которые создаются сами, а состоянием общества. И примеры разительные. Это примеры членства в тех организациях, которые существуют уже там много десятилетий, которые поразительным образом при их жестком, жестоком военном режиме сохраняли автономность и сохраняли возможность себя финансировать. Не иностранными фондами. Огромная деятельность по сбору средств у бедного населения. Самопомощь, кредиты, такие вот мелкие кредиты, которые, ну, что-то вроде кассы взаимопомощи. Исламские организации, которые помогают в образовании, лечении бедным членам общества и так далее. Членство в этих организациях измеряется миллионами. Вот эта организация действительно массовая. Они примерно как комсомол. На той, как комсомол-то сверху от государства. А это помимо государства, которое даже военная диктатура, ну, не стала, не захотела или не смогла одолеть. И вот это, мне кажется, невероятно важная вещь. Значит, она, эта самая авторша, проводила в частности интервью в большом количестве в нескольких регионах в России, там, в каких-то регионах в Индонезии. И говорит, что вот разговариваешь с российскими людьми, кого бы они ни представляли, бедные, богатые, образованные, необразованные, там, не знаю, старые, молодые, встретить человека, который бы сказал, что он состоит в какой-то организации, почти не получается. А там, наоборот, почти не получается найти такого, который нигде не состоит. И вот то, как устроены эти организации, конечно, свидетельствует о том, что общество индонезийское менее модернизированное, чем российское. Там такая, в общем, архаическая структура, во многом определенная еще там, когда страна была преимущественно сельской, она сейчас, конечно, гораздо более сельская, чем Россия. И мы можем гордиться, что мы более модернизированные, более организированные, более урбанизованные, более индивидуалистичные и вообще какие-то более современные. Тут только демократия у них получается лучше. Маша, не уходите. Пожалуйста, два общих вопроса. Что будет и что делать? Ну, я думаю, что вопрос о том, что будет, как-то уместнее задавать тем, кто все время общается с людьми. А я только книжки читаю. Ну, мне кажется, что очень правдоподобно и убедительно то, что Алексей Георгиевич говорит. А мне самой кажется, что действительно вот это вот доминирование государства во все времена, оно может быть чуть-чуть действительно начинает преодолеваться вот сейчас самые молодые, может быть. Но они же еще не повзрослели. У Дениса очень интересная презентация, которую вот мы недавно слушали, про молодых людей. Они действительно как-то по-другому живут, главным образом, в интернете. Ну, вот что с ними будет, когда они немножко повзрослеют, женятся, будут работать, у них будут совершенно другие в жизни ориентиры. Детей рожать. Детей рожать, да, конечно. Да, насколько они будут не такие, как их родители или бабушки с дедушками, это нам предстоит увидеть. И, ну, у меня, как у человека тоже уже пенсионного возраста, но не подпадающего под ту категорию, про которую рассказали все Георгии, у меня нет ощущения, что я доживу до того времени, когда российское общество будет в меньшей степени жить под гнетом этого представления, что государство все может, а мы не можем ничего. Рассчитывать можно только на государство, но оно никогда не додает, а мы всегда от него ждем, но при этом прекрасно насквозь его видим, что оно нам ничего этого не даст. Вот эта двойственность отношений государства, да, и государство нам в каком-то смысле, да, дает ощущение, что мы великая держава, да, что они же, конечно, и воруют, и к себе гребут лопатой, но при этом статус страны, если кто повысит, то не мы же, а они. Я думаю, что вот это невеселая перспектива, мне кажется. А что делать? Ух ты! Активные части общества, которые, кажется, эта перспектива невеселая и которая хотела бы как-то повлиять, что-то ускорить, что-то построить и так далее. Ну, мне кажется, что как раз тут можно вспомнить телу паньях, добрым словом, потому что те люди, у которых есть желание что-то делать, имеют сегодня гораздо больше возможностей. Другое дело, что это не в политической сфере, потому что это действительно совершенно замуровано, и государство не дает возможности заниматься никаким политическим активизмом. Тут нулевая толерантность, и никаких перспектив, по крайней мере, сейчас нет. А вот возможность заниматься разными гражданскими инициативами на сегодняшний день, как мне кажется, она больше. И навыки у людей лучше, другое дело, что их мало, но тут я бы действительно согласилась, что сдвиги есть, и то, что те попытки какие-то развивать инициативы, которые были там в 90-е годы, выглядят гораздо более такими, ну, не знаю, не зрелыми, не опытными, не умелыми, не знают, с какого конца подойти, по сравнению с тем, что делается теперь, там в сфере, не знаю, образовательной, и там всякой там издательской, литературы, искусства, и, конечно, благотворительной, и люди добиваются каких-то совершенно разумных вещей, и государство, в общем, вполне к этому относится миролюбиво, потому что в каком-то смысле они компенсируют то, что государство не может сделать само, вот, не знаю, любая деятельность, связанная, там, не знаю, с допуском родителей в реанимацию к детям, но это же абсолютно, там, замечательная деятельность, вполне эффективная, и которая, ну, дожмут они их до конца, и это действительно будет можно. Такого довольно много, и это не только в Москве. Я думаю, что все как-то присутствующие знают про эти организации, они, на мой взгляд, гораздо лучше работают, чем их предшественники работали, там, 15-20 лет тому назад. Спасибо. Вы тоже хотите убежать или остаетесь, Маша? Оставайтесь, пожалуйста, потому что... Кирилл, присоединяйся к нам. Кирилл Рогов недавно для InLiberty провел большую дискуссию на похожую тему с ведущими социологами, и поэтому еще более мудр, чем обычно. Я, наоборот, несмотря на это, совершенно не готов сегодня выступать, и поэтому скажу только несколько соображений по поводу того, что уже говорили коллеги. Мне кажется, что вот пример с Индонезией, очень яркий, он, на мой взгляд, и вообще рассуждение Машина вот про эти волны демократизаторов и поиска золотого ключика, он, на самом деле, нам говорит не только о том, что нет единственного ключика, а это как-то взаимосвязано, но также, в общем, говорит о том, что и нету такой, наверное, общей формулы, которая вот там устанавливает демократический порядок. То есть в том наборе известных нам элементов, которые, скажем, характерны для, предположим, западной Европы, совершенно не факт, что более-менее плюралистичный, более-менее демократичный и относительно либеральный порядок, он будет формироваться при наличии всех этих элементов, вот и такой их констелляции. И понятно, что то, что нам может предстоять или не предстоять в будущем, это не переход к этому порядку, вот как в Европе, а некоторое движение по некоторой вот траектории, да, и либо ты как-то вот продвигаешься по этой траектории, либо не продвигаешься в какие-то периоды, и совершенно не... Вот, например, если посмотреть на то, что на прошедшие 30 лет, вот Алексей Георгиевич посреди своей блестательной этой картины, которую я еще вернусь, которую он представил нам про группу, упомянул, когда мы еще двигались по демократическому треку, то есть до 93-94 года, вот это утверждение для меня абсолютно не выглядит очевидным. Там был некоторый демократический, антикоммунистический порыв, который вот где-то с 88-89 года продолжался до 92-93. Но он — это только одна некоторая идея, одна некоторая вещь, которая была совершенно не подкреплена какими-то другими атрибутами демократизации. И мне совершенно неочередно, что мы тогда двигались по демократическому треку. С другой стороны, например, мне кажется, что опыт олигархического плюрализма, который мы пережили в 90-е годы, был очень важным опытом как бы на нашем будущем пути в демократизацию. Именно в середине 90-х годов мы переживали становление инфраструктуры плюралистичных СМИ, которые воюют с друг другом. Да, это олигархические войны, это то, что там у Даля называется конкурентная олигархия, вот когда есть плюрализм для немногих. Это конкурентная олигархия. Эти периоды проходили и европейские, и демократии, и Соединенные Штаты, но они дали определенный опыт и определенную инфраструктуру, понимание, как это может быть устроено, вот эта вот война СМИ, этот плюрализм. Ну, я уж не говорю про экономические некоторые вещи, которые позитивные, которые из этого произошли. 2000-е годы дали нам, безусловно, инфраструктуру некоммерческих организаций, они привнесли в нашу жизнь. Мы говорим, что эти организации, их там не узнают люди, они чужие вроде бы народу, окей, но до этого их вообще не было, а теперь они есть. И, в принципе, у довольно значительного числа людей есть опыт, как это делается и что это такое. И это такая прослойка, и кто-то узнает о них. В этом смысле здесь тоже есть некоторый опыт. то есть у каждой из этих вещей есть что-то, есть какое-то приобретение. И когда вот некоторая констелляция, значит, вот возможно, некоторый набор сложится, который задаст уже позитивный трек некоторого развития, это все будет благодаря тому, что было сделано вот этими вот неудачными какими-то периодами. И как мы теперь понимаем, мы теперь очень многое понимаем, чего в 90-е не понимали. Мы тогда не понимали, ну, просто все не понимали, включая тех самых, которые приезжали советовать. Например, они не понимали, если говорить о рыночных реформах, роли правопорядка. О том, что основополагающая роль правопорядка, и что вообще проводить реформы в слабом правопорядке, это очень, ну, это будет, у этого будут такие мощные эффекты, которого они не считали, что это, нет, это не такого порядка эффекты. Мы не понимали, там, например, в 90-е годы про вот те же самые неправительственные организации. Но было, как мы теперь понимаем, было бы странно считать, что тогда же прямо вот раз и возникнут неправительственные организации. Это некоторый опыт. Это некоторый опыт, который надо приобрести тем людям, которые в этом участвуют, чтобы он научится это делать, чтобы другие люди поняли, что это, к чему это, и его нельзя, очевидно, перепрыгнуть. Ну, вот нужно, чтобы кто-то начал пробовать это делать, что-то не получается, потом другие увидели, что так это делают, начинают по-другому делать и уже что-то вырисовывается. Они уже начинают перерываться, они друг на друга смотрят, Вот вырастает эта инфраструктура. В этом смысле, да. Возвращаясь к очень прекрасному описанию того, что происходит на группе, и к одному эпизоду, этому яркому, когда кто-то там вскрикнул справа, что там Путин такой замечательный, на него косо посмотрели, и с другой стороны. Мне представляется, что в этом эпизоде, я для себя его, может быть, интерпретировал бы так, что, ну, одно из возможных интерпретаций, что на самом деле ведь эти люди лишены образцов публичного дискурса про это некликушеского характера. Вот, да, вы описали как бы две такие полярные, кликушеские, очень радикальные взгляда, и явно этим людям они оба так они не могут говорить, им это чуждо так говорить. Они понимают и эту точку зрения, и вполне знают ее рациональность, и эту ее аргументы, но им нужны какие-то другие слова, другие слова, которых они не слышат. И они сами выдумывать эти слова, эти формулы, такие железобетонные формулы, они не умеют. И в этом смысле их немота, ее природа очень понятна. Это тот медийный вакуум, с которым они имеют дело. И что? Да, медийный вакуум, потому что он им практически не дает слов для нужных им позиций. Не радикальных, с каким-то, то есть, как бы, там, скажем, центристка, более центристка-либеральная и более центристка, там, не знаю, левая или этатистка, каких-то вот таких вот позиций, и им нужны эти слова, которых они не находят. Так же, как они не находят таких кандидатов на выборах. Точно так же у них нету, это тоже связанные вещи, да, этих политики не присутствуют на телевидении с этой модальностью речи, они не присутствуют на выборах. Это, мы понимаем, что это взаимосвязанные вещи, но и людям, у людей нет этих слов, которыми могут говорить. И мы все-таки, ну, понимаем, что значение вот этого элитного дискуссия, что люди сами не умеют говорить о политике, у них нету возможности самим формулировать политические какие-то свои представления. Им нужны затверженные, произносимые каждый день им откуда-то формулы, которые они будут потом использовать и как-то складывать в какие-то, эти самые конструкции. И если у них нет этих, что, например, там, на том же самом, в европейских странах, в Соединенных Штатах, это постоянные эти формулы, они вот, они повторяются, повторяются, элитные эти посылы такие-сякие, и из этого человек начинает как-то свою политическую речь выстраивать. И в этом смысле этот вакуум речи, он, это, конечно, искусственное такое состояние, и мне кажется, оно вот очень точно в этом эпизоде очень себя проявляет. Последнее, что я хотел бы сказать, это попытаться чуть-чуть защитить, опять-таки, с той же самой позиции, вот, от, это то, что люди очень часто говорят про государство. На самом деле, мне кажется, что, безусловно, там, этатизм есть, и есть это, и есть это, какой-то, наверное, патернализм, и вообще есть это, это, так, проклятие большой страны, в которой нужен очень высокий символический уровень, который бы ее, вот, покрывал всю, и только через этот уровень мы можем, вот, наверное, все это есть, хотя, но с другой стороны, мне кажется, что довольно часто, когда люди говорят про государство, они имеют в виду институциональный порядок. Ну как, суд должен быть, там, таким, он должен быть справедливо, суд ведь это, в сущности, не совсем государство, или государство, да, это не исполнительная власть, должен быть, что? Конечно, то есть, есть некоторый совокупный институциональный порядок, который должен за многие вещи отвечать, да, и это не обязательно патерналистская такая модель, это просто, опять-таки, из-за некоторой нечленораздельности политического дискурса возникает такой сдвиг. Ну и действительно, опять-таки, возвращаясь к некоторым затронутым темам и к тому, что я вот обсуждал недавно на другом круглом столе, мне кажется, что практики повседневности и повседневная толерантность, это тоже совершенно недостаточная вещь для какого-то продвижения к более либеральному порядку, и она может совершенно быть подавлена и абсорбирована вот какими-то авторитарными институтами, это совершенно возможный вариант. С другой стороны, это и вещь, которую не стоит сбрасывать со счетов. И в принципе, с моего вот такого сегодняшнего понимания, если бы вот мне показали там людей, жителей, скажем, крупных городов, и вообще, ну, в среднем россиян сегодняшних, и россиян 92-го года, когда мы были как бы на демократическом треке, если употреблять эту формулу, и меня бы спросили, как ты думаешь, вот какие два сообщества быстрее придут к демократии, я бы, конечно, однозначно посмотрел на сегодняшних и сказал, что вот эти, конечно, конечно, они во многом, в огромном количестве вещей гораздо более подготовлены к этому, чем вот те, которые только что вышли из коммунизма, и хотя считают, у них и такой порыв есть, что мы на демократическом треке, но на самом деле это просто они еще ничего не знают про реальные условия движения по этому треку и про этот трек. Спасибо, Кирилл, но все-таки что делать? Можно ли на это как-то влиять в одну или в другую сторону, или нет? Или надо... А кто влияет? Кто субъект влияния? Субъект влияния те, кто хотел бы более быстрого движения в сторону демократии, допустим, мы с тобой. Нет, мы точно не можем влиять. И вот про это я уверен. Нет, мне кажется, что вот это вот как раз ничего, никакие, это неинтересно про революционеров, про как далеки они от народа, нет, не так. Вообще вопрос влияния это не такой вопрос, это, конечно, слишком сложные, длительные социальные процессы. Прогрессорство невозможно. Ну как прогрессорство, оно вот-вот мемориал, это прогрессорство, он занимается этим, масса людей занимается, но просто это очень такие маленькие вложения. И это не для того, чтобы завтра был либерализм, а просто потому что мы так не можем иначе. Хорошо, спасибо. И я бы предложил у нас все панелисты по первому разу выступили, я бы просто задал вопрос тем, кто выступал в начале, не хотели бы они как-то отреагировать на то, что было сказано позже них. Кирилл себе выгородил выгодное положение. Да, Алексей, пожалуйста, подходите. А я бы, чтобы спровоцировать более острую дискуссию, Кирилл, я бы сформулировал так, что сама идея накопления и волн в 90-е нам притащило одно, в 2000-е другое. Мне кажется, что волна была, ушла, и вопрос, что осталось и произошло ли накопление. То есть, мне кажется, что сама идея поступательности развития, которая в том числе тобой проиллюстрирована общество 92-го года и общество сегодня, оно ближе, более готово. Мне кажется, это довольно спорная вещь. То есть, я бы, особенно после 14-го года, сравнил бы картинку, уже здесь звучало, это сравнение с Моисеем, который 25 лет бродил по пустыне со своим народом. Меня всегда поправляют, он бродил 25, а потом вернулся в 14-м году, и ему опять надо бродить 40 лет, если он хочет дождаться, когда произойдет реальная смена поколений. То есть, на мой взгляд, это маятник, и то, что мы сегодня имеем, и это для Дениса, в возглядах молодежи, это часто советское, несмотря на то, что они ни минуты не прожили в условиях Советского Союза, а знают о нем из каких-то все более позитивных воспоминаний родителей и всех остальных. Дело в том, что никто не бродил 40 лет. Они дошли до Ханаана очень быстро, но там они испугались этих самых исполинов, которые там были, и вот за это Бог наказал их тем, что они 40 лет стояли под Ханааном. Вот я, к стыду своей книжки, о которой Маша сказала, не знаю, но я невероятно заинтригован, потому что, вы знаете, я готовился-то быть специалистом по Индонезии в университете, да, а дальше меня завораживало тогда наличие каких-то совершенно невероятных параллелей между историями этих двух стран, при том, что, ну, расстояние гигантские, религии разные, этническое различие огромное, климатическое, там, религиозное, какое хотите, совпадение нет ни в чем, между тем, там, что творил Сухарна, и что делал здесь, там, ну, там доходило до каких-то деталей, там, борьба с космополитами тут и там, и это не то, что они брали, там, пример с Москвы, нет. И поэтому вот параллели, да, коррупция, формы коррупции потом тоже очень похожи. Поэтому мне это, ну, во-первых, ожидаемо, во-вторых, очень интересно. Но вот разница, на которую вы указали, это очень важно, она действительно в одном очень-очень существенном пункте. И теперь я к тому, о чем говорил Денис. Значит, вот, что такое наши эти вот НКО, да, которые, интересно, Маша называет неправительственными организациями, а у нас их аккуратно называют некоммерческими организациями, указывая на то, что с правительством они, собственно, ничего делить не собираются. Короче говоря, у нас вот все это, я берусь сказать, если не искусственное, не созданное, так сказать, политиками типа Суркова и так далее, а возникшее естественно, то все возникшее естественно возникает только на одном, так сказать, повороте. На драме, на беде. Вот, и все примеры, которые вы приводили, это примеры, либо это больные дети, либо это неизлечимые болезни, либо это катастрофы, там, наводнения, пожары и так далее. Вот. То, вот, на что ссылался Денис, что, а где-то там 75%, или то, что в Индонезии, вот, а каждый человек вроде чему-то там принадлежит, это указание на наличие, вот социолог это просто обязан знать, указание на наличие такого этажа социальных взаимодействий, который здесь отсутствует. У нас эти организации, ну, как бы они все исключения, потому что у нас, вот, ну, это называется простыми словами гражданское общество, но дело не в том, вот, да, вот, наверное, мы здесь все сидим, это, наверное, у нас гражданское общество. Так вот, нет, речь не об этом. Это просто вторичные структуры, структуры, которые построены над нашими приятельскими, соседскими, дружескими, любовными, враждебными, какими-то, но отношениями личными, да. Вот у нас есть этаж личных отношений, у всех он есть, он нормальный здесь, как в любом обществе, вот, а над ним пусто, а потом есть вот то самое государство, о котором Кирилл сказал, вот, где большие его размеры требуют, там, высокого символического, как вот там фонаря над ними, вот. А интермедиори, вот это пространство, оно пустое. Его вытравляли большевики, и это вот, это вина большевиков точно. Они вытравляли его с первого дня своего существования в качестве правящей партии. Ну, и почти до последнего. Я напомню всем, что, вот, в составе организации это отягощало любое политическое преступление крайним образом. Или могло быть просто, если просто есть организация, дальше под нее подшивают какое-нибудь политическое дело. Вот самой организации не должно было быть. А те, которые были, это были созданные, вот, ну, понятно, вы сказали тут про комсомолы, и так далее, это искусственно. Но тут еще одна произошла ужасная история. Эти искусственные организации все-таки были как-то обжиты. коррупционными, там, и всякими прочими способами. Ну, вот, что такое КПСС, что такое, там, комсомол, пионерская организация, там, это все, в общем, ну, уже как бы стало, обросло таким, ну, природнились к этому. 91-й год – это катастрофа, в том числе вот этих вещей. Ведь когда вот это не только, там, распад союзов, там, в смысле, что Туркмения ушла, а это распад вот этих вот структур. И постсоветское время – это время, когда на их месте что стало рождаться в качестве вторичных структур? Национализмы. Еще землячество, если кто помнит. Первая волна – это были там землячества. Мы смоленские, мы витебские, там, и какие-то. Вот потом, а? Да, потом начались эти вот самые национализмы разного рода. Вот, ну, в общем, все это, все это, ну, пока что гражданским назвать язык не поворачивается. И вот это, это наша, ну, такая, как бы сказать, ну, дефект, социальный дефект вот у очень большого общества, очень большой дефект. Вот Индонезия нас обогнала по-очислу жителей, но она еще и вот поэтому. Там действительно, понимаете, тут что интересно, на самом деле, действительно, все равно, ты член чего. Ну, исламская это организация, спортивная это организация, рыболовная или еще какая-то, она какая-то. Дальше ее вот эти вот, так сказать, занятия или семантика, она просто оформляет наличие самих, самих связей, самих по себе. Здесь этих связей нет. Вот. Да, солдатские матери есть. Но это только потому, что вот такая беда. А? Ну, да, а вот сейчас этой беды нету, ну, да, ну, есть, есть детский церебральный паралич, есть еще чего-то, вот, но по поводу чего... А, да. Кирилл, микрофон, пожалуйста. Показывал данные, на которых были указаны типа самых известных, типа активности. Это наблюдение за выборами, родительские комитеты и ЖКХ. Где тут беда? Я не... Ну, первое, да, второе и третье гражданскими организациями не считаю. Это они построены на семейных отношениях. Потому что, потому что... Ну, потому что... Как? Ну, родительский комитет это слово родительский. Обратите на него внимание. Это государство гражданское... Ну, хорошо. Значит, там может быть человек, который выступает за права детей или, наоборот, за права родителей. Это, ну, да, но это... Ну, это не относится к вот этому вторичному этажу. Понимаете? Ну, потому что сначала дети объединены в класс. Их объединяет не... Они объединены не естественным порядком вещей, а тем, что так происходит процесс образования. Поэтому есть над ним надстройка в виде... Притом, родительский комитет создает школу, а он не создается сам. Можно по школу про родительские комитеты? Слышно, да? Дело в том, что существует не только родительский комитет в школе, а родительские сообщества в интернете. И это люди уже... Маша, простите, я вас перебиваю. Вот все, что я говорил, не касается интернета. У нас гражданское общество в интернете есть. Виртуальное, оно есть. У него там 70% атрибутов гражданского общества у организации интернета давным-давно есть. Он в офлайн, он вышел. Украинский комитет, а чем там идет речь? Они все интересуются. И говорят, мы не будем покупать эти майки, потому что мы вот тут все переписывались в интернете и решили, что не будем покупать эти майки, потому что нашим детям эти майки не нужны. И это и есть... Это не в интернете, и это не отличается от того, о чем я вам говорил. И что они знают, 26%? Почему 26% каждый четвертый знает про такую активность? Потому что это действительно совершенно массовая активность. Это тип... Это не частный случай про защиту моего ребенка. Это абсолютно массовый тип активности. Люди знают, что у них есть целый набор проблем. Эти проблемы можно пытаться решать. Не всегда, не все получается, но ты как-то это... И они... Это вот ЖКХ, это в частности по поводу детей в школе, как там что. Оградим от этого, соберем деньги на это, на это не поедем. А почему такая дорогая экскурсия? И вот там... В сети они там обсуждают неделю. Потом они заявляют, а что такая дорогая экскурсия? Какие дела? Вот и это гражданское общество. Поздравляю вас. Поздравляю вас с таким гражданским обществом. Оно всюду такое. Минуточку. Сейчас все панелисты, кто что еще вдогонку скажет, и тогда мы откроем вопросы-ответы. Денис, что-то хотите добавить? Давайте добавлю, да. А я тут добавлю, что если... Смотря как считать, да, и что считать, потому что если мы возьмем вот за форму демократического такого движения, то, что у Паттнаму было, дворовые команды, кружки и так далее, то на самом деле мы и под 50% можем в России насчитать, и поэтому это один из предложенных мной, моими коллегами аспектов этого гражданского общества. Поэтому я считаю, что если мы смотрим шире, то мы и видим шире. Говорить, что уж совсем ничего нет, тоже неправильно. Поэтому вот смотря кого мы будем учитывать, и просто это угол зрения, здесь в этой презентации мы скорее смотрели на более специфические организации, просто потому что у нас был такой интерес. Вот. Второе, что бы я хотел сказать, что вот я с одной стороны смотрю на цифры вот эти, да, и они не меняются, а с другой стороны, если попробовать сказать, что изменилось, как мне кажется, что изменилось, что сегодня намного легче людям стало объединяться. Потому что вот мое впечатление от последнего исследования по такого роду, которое мы с Андреем Колесниковым делали, то есть вроде люди ни в чем не участвуют. Ни в чем участвовать не хотят. И говоришь, я вообще ни в чем не участвую. Но когда вдруг что-то происходит, они намного легче им объединяться. То есть какой-то опыт уже есть. все-таки опыт общения в тех же социальных сетях, на форумах и так далее. То есть вот что-то происходит и люди сегодня намного более подготовлены оказываются, намного более, вот у них больше инструментов, у них есть опыт объединения не в критической ситуации, а вот то, что говорил, например, Кирилл, да, пусть мы можем даже не считать это за гражданского общества или считать. Ну, то есть этот опыт есть, эти сети есть, накоплен опыт у тех организаций, которые есть, например, какие-то районные, ну, тоже мы в Москве смотрели, да, есть районные активы, районные базы данных, то есть это все работает и в критической ситуации раз и люди в другом раз в критической, но накоплено-то оно не в критической ситуации и накоплено-то оно существует и просто то, что мы видим в критической ситуации, как, да, уж, не знаю, поправите меня, может быть, что Левада тоже говорил о том, что именно в критической ситуации, в ситуации кризиса мы видим те структуры, которые существуют, да вот они были накоплены и мы их просто не видели, потому что не смотрели и не было повода на них посмотреть. Но вот они может быть не очень большие, может быть и опросами они хуже фиксируются, потому что ведь тоже надо спросить так, чтобы человек понял. Потому что даже на группах получается, что вроде бы говоришь о гражданской активности любыми словами, люди говорят, нет, ничего, ни в чем не участвую, вообще никакой благотворительности участвую, ничего не делаю. Потом вдруг выясняют, что какую-то церковь они восстанавливают, еще что-то они делают, но гражданская активность, понятное дело, и к благотворительности никакого отношения нет. Но тем не менее какие-то маленькие общества начинают складываться и действительно просто время еще прошло очень мало, когда это стало разрешено и действительно перестало это преследоваться. Но что-то, что-то есть, не всегда это хорошо фиксируется, но какие-то, мне кажется, подвижки есть. И что делать, да, вот таким людям, как мы, да, которые, может быть, чем-то недовольны. Но мне кажется, ответ один, надо объединяться по различным поводам, нужно смотреть, изучать, понимать то, что происходит, накапливать опыт общения. И не обязательно по поводу изменения государственных, каких-то вещей больших, а по поводу нашей обычной жизни, да, чтобы это было не только индивидуальное, как и в их Тоболе, какие-то коллективные, совместные. И тогда, мне кажется, даже проще переживать какие-то сложные моменты, когда ты не один, а когда ты в коллективе. Вот, поэтому это. Понял, то есть, все еще песок, но уже не сухой, а влажный, да, поэтому слепить из него как-то что-то проще. А молодежь? Молодежь, ну, я, честно говоря, особо не вижу, что молодые люди сильно, вот, статистически больше в чем-то участвовали. То есть, нет, просто поскольку это разные активности. То есть, по цифрам не получается, что они участвуют больше. Ну, где-то молодые больше, где-то пожилые больше, в целом. Это участие, но они в целом поколения другие или такие же по другим параметрам, и поэтому ожидать, что со сменой поколения… Ну, каким-то параметрам другие, прежде всего по использованию новых средств интернета, сетей и так далее. Но часто по представлениям они такие же, потому что это часть того же общества, в котором мы живем. И действительно, когда вот спрашиваешь, почему же в брежневские времена самые счастливые у человека, которому там лет 25… Конечно, мама мне рассказывала. Вот, но это, опять же, это скорее вот… Это мы про самых молодых говорим. Но потом молодые все-таки взрослеют, и у них просыпается какой-то интерес, и у них больше, в каком-то смысле, больше ресурсов, больше возможностей что-то узнать. Но так ли это на самом деле, к чему это приведет, я думаю, мы должны дожить сначала. Можно я вот только добавлю, потому что Денис уже упоминал этот факт про молодежь. Действительно, что вот смотришь, бывало, там, поддержку разных типов режимов, думаешь, о, как здорово. Вот советский режим, его гораздо в два раза меньше людей среди молодых поддерживают, чем среди зрелых возрастов. И вернешься так в 2000 год, посмотришь, а там какая была раскладка. Да точно такие же цифры поддержки, и так же молодежь в два раза меньше поддерживала. Куда они вот вырастут? Они перестали быть молодежью и поддерживают опять советский режим. Можно я вот очень дорожу возможностью впервые за долгое время сказать, чтобы, мне кажется, сегодня здесь было показано, что можно делать. Я с огромным удовлетворением услышал такой маленький кусок из выступления Кирилла, где он сказал, какие вот такие мы прошли исторические такие вот участки, наш опыт коллективный, опыт, которые, как я его понял, могут потом быть, так сказать, строительным материалом для создания чего? И вот сейчас я скажу, чего, по-моему, для создания концепции того нового какого-то общества, ну вот, которое вожделеем мы все. Будет ли оно называться демократией или не будет? Это, на самом деле, теперь, я думаю, перестало быть важным. Вот. Оно... А? Самое главное. Возвращение демократии или не будет? Самое главное. Знаете, тогда я вам скажу, что я думаю, оно не будет ею. Вот. Оно не будет ею. Более того, я думаю, что век демократии кончается вообще. Вот. На земном шаре. Вот. Это такое мое мнение. А, тем не менее, жить получше, чем мы живем, было бы желательно. Вот. И я полагаю, что вот пережитый нами опыт, каждый раз недемократический, как Кирилл сказал, да? Вот он во что-то складывается, но вот не в то, что мы имеем сейчас, а во что-то еще. И вот во что он должен быть сложен, вот это интеллектуальная задача, которую, похоже, ну сейчас уже начинает быть, можно решать. И я думаю, что это задача, которая стоит перед сидящими здесь и теми, кто подобен. Вот. Это ваш ответ на вопрос, что делать, честно говоря, у меня впервые за много лет появился какой-то там ответ. Так я просто думал, ну надо вот, ну надо очень стараться. Теперь я, вот мне кажется, я немножко понимаю, то есть надо складывать из имеющихся кусочков некое вот целое. Ну у нас другого все равно ведь ничего нет. У нас ничего нет. И на самом деле у нас нет этого демократического прошлого, который есть у каких-нибудь там эстонцев соседних, да? Вот. А? Очень. У них есть Евросоюз, а не демократическое прошлое. У них есть мидерное. Ну, хоть, хоть. 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 Маша, пожалуйста. Да, полслова я добавлю. Да, хочешь? Да? Да. Насчет того, что век демократии кончается, это, к сожалению, не только ваше мнение, а на этот счет есть очень серьезные опросы международные, из которых, к сожалению, видно, что молодое поколение, причем в западных странах развитой демократии, с гораздо меньшим энтузиазмом относятся к демократии, с большим, к любой другой перспективе. Это, конечно, не на основании собственного опыта, они живут-то в демократиях, но то, что есть работы уже по этим опросам написаны, что им вполне кажется приемлемым попробовать и военную диктатуру, и однопартийную, ну, не диктатуру, а военное правление, чтобы мне не звучало неприятно, или однопартийная система, и вполне как-то вот преференции эти ужасно резко отличаются у молодых родителей и... Что? Какие страны вы слышали? Я это не слышала. Это я прочитала, и это результаты опроса такого регулярного, который называется World Value Survey, которые выясняют ответы на вопросы более-менее во всех странах. Одни и те же вопросы ставятся. Так что эта тенденция, к сожалению, есть. А вот то, что касается... Я еще хочу вдобавок к тому, что Денис сказал, еще все-таки защитить эти гражданские инициативы, и почему мы должны как-то вынести за скобки интернет, я не понимаю. Если вы говорите, там есть гражданское общество, но это же люди. Кроме того, соображение о том, что только когда беда... Это не люди? Это ролик. Ну, не знаю, я бы не согласилась, но... Пожар? Да, но вот вы настаиваете... А за час до этого они были персонажами интернета. Да, да, да. Но вот вы настаиваете на беде и на пожаре. А вот если, например, беда не своя, и беда настолько хроническая, что она не случилась внезапно, когда надо бежать на пожар, а вдруг молодые люди благополучные, здоровые, озаботились тем, чтобы пандусы строили, или чтобы там ночлежка есть, вот такая организация, да? Это беда, это беда... Ой, нет, ну их же не ударило на голове. Это совсем другое дело. Это когда они ощутили, что хорошо бы что-нибудь сделать для других, а оглянулись по сторонам. Это совсем не то, когда люди бегут тушить пожар. Нет, одно и то. Или когда у них во дворе строят, там, не знаю, церковь, а они хотят, не во дворе, а в парке, хотят этот парк защитить. Это своё. А это чужая беда, это немножко, мне кажется, другое мироощущение. Да нет, по-моему, нет. По-моему, это действительно... Вот я выстроил свой мир для себя, вполне благополучный и материальный, и в других отношениях, а теперь рассматриваюсь вокруг, смотрю, что я ещё такой как-то самостоятельный, зрелый, серьёзный, умелый, успешный, могу сделать для других. Мне кажется, это немножко другой механизм, чем когда это просто какая-то мгновенная беда твоя или твоего дома, или, не дай бог, твоих родственников. Это, мне кажется, всё-таки другое. И образовательные инициативы, которые совсем не все в интернете, и люди из числа ровно наших знакомых, как вы говорите, говорят теперь, уверены, что у меня расписан план лекции моей про, я не знаю, Цицерона, но про что-то совершенно оторванное от действительности, на год вперёд, по регионам, да, кто-то же это организует, деньги на это тратит, билеты покупает, это гражданская деятельность, её довольно много, она не ограничивается там одним Арзамасом, хотя он как раз в интернете, и он, наверное, самый известный из всех. Спасибо. Кирилл, ничего добавить больше нет? Тогда мы переходим уже к вопросам и ответам. Пожалуйста, да, я предлагаю несколько вопросов накопить. К сожалению, кто ещё? Да, два эксперта нас покидают, поэтому те вопросы, которые им, пожалуйста, уже давайте в письменном виде, я им потом передам, а вопросы всем оставшимся. Спасибо, спасибо вам большое, и ждите вопросов. Так, пожалуйста. Добрый день. Я Кира Богословская, социолог, психолог, и я хочу обратить внимание на следующее. Фуко у нас, по-моему, говорил, что четвёртая власть, нынче у того власть, у кого власть над интерпретацией мира. И наше прекрасное, уважаемое собрание, если посмотрим, мы всё равно устроены центростремительно. Эксперты, то есть получается, мы народ, а вы, значит, у вас символическая власть здесь и сейчас есть. Просто я довольно много принимала участия в разных, я бы, наверное, не назвала их гражданскими инициативами, но это вот те формы встреч, когда голос каждого, соответственно, учитывается, и посредством этого возникает новый тип знания, не знаю, от этого, от Переслегинского, как он называется, генератора идей, соответственно, до большого количества психологических историй. И это хорошая традиция, например, окупая движение, не у нас в основном, в Европе, как они делали. Они приходили на площадь, это был 2014 год, или 2011, там было несколько сотен человек, речь шла о городском самоуправлении. И они, соответственно, всей площадью принимали участие в выработке решений, имеющих отношение к городу, соответственно. Даже не голосование было, был консенсус, сделали отдельные группы, и так далее, и тому подобное. Значит, и вот, наверное, тезис, который мне интересен, в том, что, наверное, все начинается с прослойки. Так как я последние лет пять занимаюсь горизонтальными сообществами, я хочу сказать, что в Москве и, в принципе, в крупных городах очень много разнообразных демократических инициатив любого типа. «Хочешь заниматься городским садоводством?» Пожалуйста. Хакатоны, встречи, городское фермерство. «Лиза-алерт», известно всем, наверное, «Поиск пропавших детей». Соответственно, я их могу перечислять через запятую, собственно, они и в политической сфере, и в околополитической сфере. И, собственно, тезис, наверное, состоит в том, что они начинаются с двух-трех процентов активистов, которые приходят, наверное, уже с, как правильно здесь говорили уважаемые ораторы, с техниками демократических малых сообществ. И если это самое... Они продолжают быть заинтересованными в этом, движение развивания развиваются. Где границы этих движений? Значит, границы их первое в выходе как бы в публичное поле, потому что, так сказать, тебе нужно иметь представительство, соответственно. А второе... Знаете, я писала статью, как когда-то называлась, «Человек без статуса», про наше протестное движение 2011 года. И основным тезисом статьи было то, что внутри протестного движения воспроизводятся те же феномены, против которых оно протестует. То есть тут же образуются Ленина на большевике, да, как бы, и этим Лениным интересны они сами и, как бы, уровень выше. А тот вот народ, в кавычках, как бы, который за ними пошел, да, ими тут же бросается. То есть не надо забывать, что тот тип представительской демократии, который мы имеем в качестве образца, но он пришел, собственно, из Америки, из Европы, да, и в каком-то смысле, я тут уже обыденно говорю, да, такая демократия равняется деньги. Это самое. А вот другой тип демократии, да, как хорошо говорил Кожаринов, да, когда вам говорят, это самое, какой, значит, кто у вас будет лидером, значит, отвечайте, пожалуйста, дело не в лидеров, а в том, что надо менять систему демократии. Дальше, так сказать, это вот про облачную демократию и так далее, и тому подобное. И, наверное, последнее, что я здесь хочу сказать, что граница вот очень большого количества, так сказать, инициатив, которые есть, они, она как раз в том месте, где надо отвечать вопрос, на вопрос, у кого власти, у кого деньги. Вот, собственно, поэтому, как бы, в качестве неформальных сообществ они существуют, это самое, а вот при выходе в большой социум, там возникают совершенно другого типа клеммы, которые надо обсуждать отдельно, я бы вот так сказала. Вот. И спасибо большое, мне очень понравился, вот, про символический контекст, действительно, для большой страны нужен большой символический контекст. Вот. У меня даже предложение есть, это самое, а может быть, мы, мы же все сюда пришли, вот мы люди, да, как бы, может быть, мы как-то продискутируем, не знаю, по группам, все, вот, такое у меня есть предложение. Так, прекрасно, спасибо, я думал, вы предложите нам разделиться, чтобы для более маленьких кусков страны был бы нужен меньший символический контекст, но вы предложили более простой рецепт. Кто-то хочет, пожалуйста. Несколько очень коротких тезисов. Первое, сейчас разделять оффлайн и онлайн вообще бессмысленно, потому что вся деятельность сообществ, вполне выходящих в онлайн, регулируется все равно онлайн. Это касается местных сообществ, всего остального тоже. Говорить, что там какие-то в интернете это гражданское общество, которое наружу не выходит, поэтому его считать полноценным нельзя, и там люди не люди, а роли, Леша, нет, потому что сейчас уже при нынешнем проникновении интернета и те функции, которые он теперь выполняет, это уже единое целое. Ну, пример могу просто привести, вот я живу в этом, так сказать, районе, и у нас есть сообщество Тверского района, там Белорусское, Новослободское, Маяковское, да, обсуждения все идут онлайн, потом идут голосовать, предварительно обсудив всех депутатов, и в нашем районе выигрывают все из списка, значит, известного списка, значит, демократического. Дальше, совсем не обязательно это должны быть там жуткие страдания, у нашего дома есть сообщество, вместе сажаем елочки, вместе делаем много, туда кто-то привозит, сажают, обсуждают все насущные проблемы, поэтому ремонт делается как положено, и все остальное тоже. Это может быть политика, это могут быть дети, кстати говоря, родительские, да, но при этом люди, которые во всем этом активно участвуют, они Денису будут отвечать, что они ни в чем не участвуют, потому что это не воспринимается как гражданская деятельность, хотя именно она ею и является. Просто мы привыкли делить, если ты вышел на субботник по листовке, значит, ты участвуешь, если через там ВКонтакте или Фейсбук, это совершенно другое, это другая жизнь, первая. Значит, и в этом смысле, конечно, процессы идут. Ну, Денис, еще хотел тебе сказать, что во многих странах ты обязан быть волонтером, ты просто не поступишь в Гарвард, если ты в школе, эту школу не пройдешь, ты не окончишь юрфак Гарварда, если ты не поможешь бабушкам заполнять перед вот сдачей этих самых деклараций, это обязанность и это право, которое, если ты этого не делаешь, твоя карьера просто во многом будет ограничена. И поэтому там, конечно, даже за счет этого все старшеклассники этим занимаются, студенты занимаются, ну, даже если этого не хотят, их просто никто не спрашивает. Но это называется волонтерство при этом. Вот, дальше, и последнее грустное, вот это было позитивно, и последнее грустное. Вот сейчас мы все, наверное, с замиранием сердца следили за выступлением безумных чиновников и депутатов, которые, в общем, поставили, устроили такой чемпионат по безумию и по высказыванию самых диких и ненормальных идей, но зато это создает большой хайп. То есть, весь интернет это обсуждает, значит, ваши вы нам не нужны, дети не нужны, значит, питайтесь там на 3 копейки в год и макароны и так далее. Ну, в общем, обычно это отвлекает от серьезных проблем, потому что, значит, этих идиотов, видимо, специально создают. Но, вот реакция, опять же, по сети, которую я отслеживаю, она меня пугает. И ситуация, и реакция такая. Это как это? Мы рожаем детей не для государства. Это как это? Наши дети им не нужны. То есть, с одной стороны, мы рожаем детей, наверное, для себя, и мы прекрасно знаем, что государство поможет слабо, но символически пережить вот это сиротство, ну, я уже видела сотни, многие сотни обсуждений, как это так? Наши дети, значит, они кто тогда? Они ничьи? Они никому здесь, на этом свете, не нужны? Вот что? А это, в общем, базовая вещь. Это базовая вещь, для чего приходит человек в мир и для кого? И хочется, чтобы была вот сразу некоторая символическая опора. Но, с другой стороны, когда эта символическая опора пытается реализовать себя как реальную и, например, значит, ну, я не знаю, каким-то образом влиять на семью, ну, допустим, там бьют детей, это воспринимается как чудовищная несправедливость. То есть, вы нам должны быть рады, но не лезть, помогать, но не интересоваться, но при этом вот мы рожаем все-таки для государства. Вот, когда Алексей говорил о том, что в голове, ну, массовое сознание, оно вообще противоречиво, и вот здесь я это вижу, ну, как не такой пример просто, ну, очень выразительный, потому что мы, вот, власть говорит, ваши дети, значит, они ваши, они наши, и вот здесь начинает закручиваться такая история. Но при этом, значит, во что это выливается? Не в то, что мы скажем государству, что так нельзя, а мы скажем, какие они все уроды, но мы это и так знаем. Спасибо. Спасибо. Еще у кого-то есть вопрос или замечание? Да, пожалуйста. Понимаете, вот меня, честно говоря, поразило одно обстоятельство. На мой взгляд, ключевой факт, который сегодня здесь прозвучал, это вот те статистические данные, которые были приведены в сообщении Дениса Волкова о том, как люди относятся к защищенности от произвола государства. Там же катастрофические цифры. Вот мы говорим об этатизме, как о привычной нам массовой политической культуре. А, простите, это же дикая противоречия. Вот, недоверие к суду, которое в России очень давно, да, Ингельгард еще писал об этом, неверие в суд, оно ведь так и сохранилось в нашей культуре. И это недоверие в частности связано в том, с тем, что суд, как Герцен еще сказал, русского человека не защищает. И поэтому русский человек в суду не верит. И, по-моему, с этого надо начинать. Вот все эти замечательные вещи, это то, что давным-давно называлось теория малых дел. Рассчитывать на то, что из этого вырастет гражданское общество. Да, ферменты есть, хорошие, так сказать, эффекты есть, но критической массы явно недостаточно. Здесь с другого начинать надо. Начинать надо как раз вот с того, с чего, собственно говоря, начинались европейские демократики. Они начинались с защиты от производства власти. Два момента ключевых защиты интересов и налоги. Вот это и называется гражданское общество, а все, что остальное, это надстройки над ним. И вот, скажем, то, что Капустин пишет по поводу гражданского общества, это, вообще говоря, честно, несерьезно при всем его замечательном авторитете и эрудиции. А почему это так происходит? Потому что у нас общество неартикулированных интересов. Вот то, о чем, опять-таки, хорошо Гирю Кирилл говорил, да, школа, ТСЖ, это то, что своя рубашка. Вот с этого начинается. Свои интересы, которые нужно уметь защищать, выращивать елочки рядом с домом или там, так сказать, добиваться нормальной коммуникации, это все хорошо, это прекрасно, но, опять-таки, это все очень локально. И я полагаю, что приоритеты должны по-другому выстраиваться. Вот, что такое гражданское общество в своем конкретном выражении в нормальных демократических странах? Прежде всего, суд присяжных. Вот, было сказано, а суд – это власть или нет? Да, конечно, власть. Самое первое. И не в том смысле, как он Фуко это говорил, но давайте вспомним классическое определение. Власть – это присвоение чужой воли, это умение отдавать приказы. Вот если народ участвует в этом, то тогда мы имеем дело действительно с демократией. А это совсем не, так сказать, выборы, не политическая активность. Вот прежде всего, это вот организация в этом плане, в этом ключе. И до тех пор, пока у нас будет существовать очень сильная зависимость от государства, которое вот с одной стороны мы его любим, почитаем, мы его превозносим, оно там дает нам какие-то символические надежды, а с другой стороны мы все время иждивенцы в массе своей. Мы, я имею в виду, к сожалению, то мы, которые превалируют в массовом сознании. Дайте нам, сделайте нам та же самая пенсионная реформа. Государство должно нас обеспечить. Я понимаю, что тот идиот, который предложил ликвидировать пенсию, он идиот. Но вообще-то говоря, там, так сказать, есть очень такой важный момент. Пенсии люди себе зарабатывают. А государство в лучшем случае выполняет функцию редистрибуции. И вот как изменить эти представления, как создать вот эти интенсии, ну, честно говоря, для меня вопрос открытый. То есть я понимаю, что это нужно сделать. Но как это сделать? Ну вот, тем более, что, опять-таки, интуитивно, инстинктивно, как хотите, власть это понимает, она все эти инициативы давит не случайно. Не случайно же контрреформы начались в сильной степени с ликвидации суда присяжников. С того, что он превратился в фикцию. А уж что собой представляет наш конституционный суд, не мне вам говорить. Да, это просто комедия суда, как говорил Лев Николаевич толстый. А ведь это как раз ключевые моменты государственной жизни. Так что вот, на мой взгляд, эти мотивы должны ламинировать. Спасибо. 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 Я просто хотел по поводу ваших заявлений касаемо интернета сказать, что я абсолютно солидарен с вашей точкой зрения и с вашей точкой зрения по поводу того, что мы постоянно пытаемся зазвать кого-то на определенные события, делаем вот это community experience, то есть мы берем вот этих людей, приходите, будет здорово, даем им все информацию, даем им все факты, по которым они должны быть здесь или соединиться друг с другом. А в итоге я заметил просто по своему собственному опыту, что если у тебя нет авторитетного голоса или ты не представляешь какой-то собой бренд или какую-то личность, которая имеет какую-то значимую позицию в обществе, люди никогда не соглашаются с этой точкой зрения и люди никогда тебя ни в чем не поддерживают. Феномен, с которым мы сейчас сталкиваемся, это феномен кликов и просматриваемых страниц людьми. То есть люди просматривают 400 раз какой-то пост, 500 раз, 600 раз, 700 раз, 800 раз. В день самого мероприятия ни 400, ни 600, ни 700, ничего. Тебя повезет, если хотя бы опять придет человек на два мероприятия. Но если... И это очень плохо, потому что люди, которые организовывают это мероприятие, будь это я сам, будь оно связано с искусством, с киноискусством или с литературой или с кем-то произведением, которое отсылается к моменту из прошлого и ты хочешь образовать людей из-за того, что ты из себя ничего как бы не представляешь или по крайней мере пытаешься им представить что-то с новой точки зрения и ты личность непроверенная, но личность, которая есть что сказать, они тебя в этом не поддерживают. Следовательно говорят, то есть если вот этот авторитет не нарабатывается или ты не знаешь, сколько времени уйдет на нарабатывание этого авторитета, тогда вот эта публика, она тебя не поддержит, никакое движение. И я согласен по поводу параллели с пожарными, что да, это произошел, то есть в целом это трагедия огромная, это катастрофа масштабных пропорций и здесь люди сплотились. Но если какой-то человек, например, выйдет там в соцсети и начнет тоже говорить про какие-то свои личные проблемы, но при этом не добавит драмы вот этого элемента Голливуда, который нужен, на камеру себя с ними что-то там не скажет или это будет сделано как-то с какой-то долей фальши, они согласятся на это. Если это же будет какой-то человек, которому менее везет или попытается это сделать посредством имейла или другого сообщения, которое не будет привлекать к себе вот этот феномен, где ты должен камеру перед собой поставить и все это объяснить, то, разумеется, как бы не будет никакой отдачи со стороны того или иного сегмента общества. И дело не только в России, это то же самое будет в США, это то же самое будет в Великобритании, это везде. Ты сталкиваешься с одним и тем же результатом. Поэтому силы онлайна, которую некоторые считают, что в нее надо все вложить и что общество тебя поддерживает через платформу онлайн, я ставлю это под большой-большой вопрос, потому что, опять же, вот это брендирование, почему человек, который имеет этот авторитет, должен управлять какими-то вещами, когда, может быть, человек с отсутствием того же самого авторитета, но с достаточным познанием в той или иной области мог бы совершить… Но это, опять же, это вселенская проблема того, что мы всегда слишком ставим на то, что известно, но никогда не хотим попробовать что-то новое. Если это не говоря, мы всегда оттягиваем этот процесс обратно. Это происходит везде. Это цикл, это цикличность. Мы просто все находимся в этой спирали, где никогда новому человеку не дадут дать высказаться нормально. Поэтому это хороший был, кстати говоря, пример по поводу «А, ну а почему не выбрать? Потому что она будет так, как он? А почему не выбрать его? Потому что он будет такой же, как Путин?» и так далее. Но, опять же, все сталкивается… Все как бы впирается в тот факт, что вот это повторение, то есть что-то знакомое, что нам нужно, вот это что-то знакомое. Поэтому, например, та же самая, это немного другая степень, но тем не менее, киноиндустрия, она никогда не будет развиваться дальше. Она не будет выдавать нам новых Бергманов, она не будет выдавать новых Феллини, она не будет выдавать Антониони. Она их не будет выдавать, потому что у людей есть уже формула, по которой они двигаются. Эта формула уже работает. Это то же самое, как музыку делать. Не будет второго Моцарта, не будет второго Майлза Дэвиса, не будет второго Чарли Паркера. Будут битмейкеры, будут люди, которые перерабатывают музыку, и вот они ее перерабатывают, и людям хочется вот это пам-пам-пум-пум. То же самое кино, пам-пам-пум-пум, та же самая литература. Мы настолько не можем артикулировать свою мысль сейчас правильно, что будут ненормальные авторы, не будут писатели уровня Достоевского, Чарльза Буковского, Гинсберга, будут какие-то люди, которые будут просто вырывать какую-то мысль из контекста, потом люди будут делать из этой мысли какую-то цитату на футболке себе оставлять, и вот так будет развиваться общество дальше. Если вот такими же темпами не будет какой-то, не то что даже революция, а просто изменений крупных вот в этой сфере, тогда мы ничего не добьемся, мы просто повторяем те же самые ошибки, и мы историю не познаем. То есть я просто вот это хотел высказаться, и спасибо всем панелистам, которые сегодня высказывали определенные мысли, и поделились с нами в этой дискуссии за просто вот снабжение нас теми мыслями, о которых стоит. Вообще есть о чем задуматься, по большому счету. Да, да, спасибо. Спасибо. Осталось совсем немного времени, очень прошу вас быть кратким. Добрый день. Николай Удальцов, художник-писатель. Первый вопрос у меня к вам будет. Вот то, так сказать, подали ли нищим, или были ли, так сказать, донорами. Конечно, это важный вопрос. А вот вопрос о том, сколько у нас сейчас людей, считающих выродка Сталина хорошим человеком. Понимаете? Сколько у нас людей, которые хотят обратно в социализм. И в чем здесь причины? Давайте не будем забывать, что мы вообще-то не сформированная нация. Мы потомки тех, кто не привлек внимание Сталина. Тех, кто привлекли внимание Сталина, как правило, потомство не дали. А это были самые лучшие, самые интересные люди. И второй, кстати, очень важный вопрос. Мы первое поколение людей, россиян, которые выбирают себе пищу. А вы не думайте, что наши организмы просто переключились на желудок, отойдя от мозгов. Как вот во время болезни организм переключается на попытку лечить болезнь. И вот здесь есть один очень важный вопрос. Есть поле, на котором формируется нация. Конечно, наука, экономика меняют страну больше, чем культура. Но культура делает это нагляднее и доходчивее. Так вот, а у нас в нашей, скажем, нашей литературы до сих пор не сформировала, скажем, литературного героя нашего времени. То есть, человека, на которого люди хотели быть похожими. Так вот, друзья мои, это сделал я в своих пяти книгах. Впоследствии нас, так сказать, меня обманывали и издатели, брали деньги, смывались. В общем, мы еще и страна жуликов. Причина здесь очень простая, очень простая. Дело в том, что мы понимаем, вот там, там они воруют, ну, а я ворую соседа. Да, это тоже, ничего страшного. Вот. Так вот, и кроме того, я автор книги XX век, Россия с восклицательным знаком, Россия с вопросительным знаком, Россия многоточия. Вот. Это уникальное, не имеющее аналогов в мире произведение искусства по истории. Подчеркиваю, культура искусства делает нагляднее многие действия. Так вот, сейчас мы должны, главное сейчас нам, заниматься просвещением людей, формированием людей. Иначе мы окончательно отстанем. Понимаете, а все разговоры о том, что мы там, там вот, американцы такие, да мы до сих пор телевизор не можем свой создать. Я уж не говорю про автомобиль, вот, а создали суперлайнер. Николай, спасибо, и я надеюсь, что наши панелисты в своем заключительном слове и на вашу реплику отреагируют. Так, пожалуйста, Алексей. Я здесь участвовал в споре по поводу того, гражданское общество есть или нет. Мы сейчас разойдемся и вот мне кажется, придя домой, каждый из нас почувствует. Да, пока мы сидели в мемориале, гражданское общество было. А вот мы пришли домой, нет. Я могу сказать, что у меня точно было такое ощущение после митингов вот 11-19 года. Пока ты там, да, ты ну, просто вот по пальцу можешь пересчитать признаки гражданского общества, которые вокруг тебя. Вот. А вот потом, значит, расходятся люди и все. И его больше нет. Я очень надеюсь, что более правы те, кто мне возражал, чем я, что вот то, о чем говорила Любовь Барусяк и другие люди, что вот эти, так сказать, ну, элементы гражданского общества, ну, хотя бы существующие там в столице или в больших городах, вот они, ну, будут будут разрастаться и так далее. Из тех, кто здесь вспоминал город Пермь, может быть, кто-то знает Игоря Аверкиева, такого, ну, ветерана, именно теоретика гражданского общества. Я его очень сильно уважаю. Вот он обратил внимание, или так, ну, в разговоре с ним мы обратили внимание на то, что, да, у нас помимо всего того приятного, что мы называем гражданским обществом, есть еще элементы того, техфорум самоорганизации общественной, особенно это было в 90-е годы, которые нам как-то не близки, пугают и так далее, но такие мафия подобные, там, уличные банды и более высокие степени организации. Вот Игорь предложил термин черное гражданское общество. Вот. Я думаю, что оно у нас по, так сказать, скорости формирования обгоняло белое. Ну, сейчас его всосало государство в себя. Вот. И мы в этом смысле имеем такой гибрид государства и вот того гражданского общества. Ну, примерно, как мы имеем гибрид государства и капитализма. Вот. Оно его тоже всосало. Вот. Оно всосало, а что нам осталось? Ну, вот осталось, может быть, действительно, культура и история как данности нашего сознания, из которых мы что-то построим. Спасибо. Спасибо большое. Денис, что-то хотите добавить? Это особо нет. Мне кажется, что все, что я хотел сказать, я сказал, повторяться не буду. Единственное, скажу, что будем продолжать дальше, исследовать, мониторить и, может быть, через какое-то время мы тоже здесь опять соберемся в этом составе, более расширенном, посмотрим, что действительно произошло, куда дело движется. Вот. Поэтому только к этому призываю, чтобы, может быть, не терять эту связь с мемориалом, между собой и там вместе смотреть на то, что происходит. Спасибо. И, мне кажется, сегодня у нас была уникальная дискуссия, уникальная в том смысле, что обычно презентаторы какие-то свои выношенные, устоявшиеся мысли приносят, а на обмен и на думание по ходу дискуссии уже времени и сил не хватает. Да, сегодня у нас не только были блестящие эксперты, но мы видели работу их ума и столкновение позиций. Огромное спасибо и экспертам, и участникам, которые этому всему способствовали. И я думаю, что Арсений Борисович Рогинский, который стоял у истоков всего этого нашего проекта, получил бы огромное удовольствие от того, как наша дискуссия проходила сегодня. Спасибо вам большое. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова